Новый устав принят. На последнем перед майскими праздниками заседании депутаты утвердили устав городского округа Щёлково. Принятие решения предшествовали публичные слушания, по итогам которых рабочая комиссия, в которую вошли депутаты от всех партий, рекомендовала проект устава утвердить. Устав определяет численный состав нового совета депутатов. Сегодня это 21 человек, а будет 25. 15 депутатов избираются по трём многомандатным округам, по 5 мандатов на каждый. 10 депутатов по единому избирательному округу. Кто за то, чтобы принять в целом решение по принятию устава? Прошу голосовать. Мы рассмотрели очень подробно все предложения жителей, и сегодня они были вынесены на заседание комиссии. И по результатам заседания комиссии, в тот проект, который нам предложили сначала, были внесены ряд поправок, замечаний. И уже в том виде, в котором он поступил в совет, мы этот проект устава приняли. Но я хочу сказать, что это устав, который позволит работать. Мы запишем в совет у депутатов, и я думаю, что работает эффективно. На этом же заседании депутаты рассмотрели отчёты о деятельности комитета по физической культуре, спорту и работе с молодёжью. Народных избранников интересовало развитие спортивных федераций. Только в городском округе таких 25. А всего у нас культивируется 55 видов спорта, более половины которых получают поддержку по программам областной федерации или базируются в государственных учреждениях Московской области. В округе возрождается древняя русская игра забава кела, разновидность регби. Есть первые результаты. Молодые люди одержали победы в областных соревнованиях. Вполне вероятно, что игра может стать самостоятельным видом спорта. Бесплатные занятия для пенсионеров, льготы на посещение секций для детей из многодетных семей из культурно-оздоровительного комплекса на Дальнем Воронке, Ледовая арене имени Третьяка, спорткомплексе Подмосковья привлекают всё больше людей к спорту. Ледовая арена имени Третьяка бесплатно катаются дети до 7 лет, студенты, школьники, пенсионеры, многодетные семьи. Достижения победителей всероссийских соревнований депутаты предложили публиковать на баннерах и экранах, чтобы щелковских спортсменов знали в лицо. В канун 9 мая традиционно депутаты рассмотрели в широкой повестке дня план мероприятий в подготовке 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Это не только акция «Георгиевская ленточка», посещение мемориалов, открытых уроков, но и ещё и шествие, а также салюты. Во многих этих мероприятиях примут участие и депутаты. Центральное мероприятие 9 мая, торжественный парад военнослужащих в Щёлкове и Чкаловском, митинги на Аллее памяти и у мемориала на Гребенской горе и традиционная памятная акция «Бессмертный полк». Большая культурная программа запланирована в городском парке, который непременно завершит фейерверк. Нынешний праздник – репетиция перед 75-летием Победы. Депутаты особенно отметили, что подготовку к 75-й годовщине нужно начинать уже сейчас, потому что ряд наших монументов предполагает выделение средств на их капитальный ремонт и реконструкцию. Мы сейчас в рамках рассмотрения каких-то корректировок бюджета будем обращать на это особое внимание. Михаил Налютов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».